Рамазан Ахмедов страдает почечной недостаточностью вот уже 8 лет. Лекарства для гемодиализных больных необходимы ежемесячно, но, по словам льготников, получают они их от случая к случаю. Выписано врачом, что нам положено, а этого нам не видать. В чем причина? Эти валят на тех, те валят на других. В итоге ничего нет. Таких, как Рамазан Ахмедов, в дагестанских огнях 10 человек. Из-за несвоевременной терапии у больных падает гемоглобин и ухудшается состояние. Купить самостоятельно дорогостоящие препараты люди не могут. Живут на одну пенсию по инвалидности. На эту пенсию я и препараты покупать должен, и еще как-то выживать, питаться. На мою пенсию не могу, к сожалению, этого позволить себе. Они все дорогостоящие препараты. С ними постоянно бывает такая задержка. Положенные бесплатные препараты больные не получают с марта текущего года. Но при этом ежемесячно за лекарства с пенсии занимаются 1300 рублей. Готники неоднократно обращались в Министерство здравоохранения республики, но там сослались на процедуру закупки. Решить проблему удалось лишь после вмешательства ОНФ. Проблема до конца не решена. То есть, то, что сегодня они получили лекарства, они получили их в мае, это как бы такая вот успешная разовая акция. И я так думаю, что нам эту работу с Минздравом надо будет продолжить, и надо будет ее систематизировать. Эксперты говорят, проблема с лекарствами не единственная. Остро стоит вопрос о транспортировке больных из дагестанских огней до Дербента, где находится гемодиализм и центр. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дагестанские огни.